Сегодня мы с вами будем делать покупки на французском языке, а также разговаривать с таможенниками в аэропорту. Если ты хочешь узнать, какую странную вещь покупает женщина в нашем диалоге, а также научиться говорить с таможенниками в аэропорту на французском языке и уметь смочь ответить на их вопросы, тогда устраивайся поудобнее и поехали! Приветствую, друзья французского языка, мои друзья и любители французского языка! Приветствую вас на шестнадцатом занятии нашего курса «Французский по диалогам легко, интересно и с удовольствием». Если ты впервые на моем канале, буквально несколько слов обо мне. Меня зовут Дмитрий, я полиглот, твой преподаватель французского языка, Lingua Coach и страстный увлеченный путешественник. На данный момент я говорю на семи языках, половину из которых я освоил по собственной методике Lingua Coaching. Изучение языков легко, интересно и с удовольствием. Если тебе интересна тема изучения языков и путешествий, ты хотел бы вместе открывать новый мир благодаря знанию языков, тогда подписывайся на мой канал, сделай красную кнопку серой, обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропустить видео и, конечно, жду от вас большой лайк, если вам нравится изучать вместе французский язык. Итак, занятие номер шестнадцать. Давайте традиционно начнем наше занятие с прослушивания предыдущего урока, чтобы понять насколько хорошо вы его освоили. Поехали! Ребята, 15е лето. Петти анонс. Ребята, 15е лето. Ребята, 15е лето. Продолжение следует... Отлично, это был наш диалог, и если вдруг ты не все еще понимаешь до сих пор, тогда необходимо вернуться к предыдущему занятию и несколько раз его прослушать. Наша цель – проработать свежий урок несколько раз после того, как ты его в первый раз послушаешь, проработаешь, и потом понимать хотя бы 80%. Конечно, в идеале понимать 100% старых диалогов. А сейчас мы с вами послушаем новый диалог. Ну, там будет два диалога в магазине и на таможне в аэропорту. Поехали! ШЕЗИЕМЕ ЛЕЦОН ДЕСАЧТ 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 предлагаю перемотать на начало этого диалога и, ставя на паузы по коротким кусочкам, записать со слуха весь диалог на бумагу, а потом, соответственно, продолжить анализ текста, который будет сейчас. А если ты изучаешь французский язык вместе со мной с первого урока и, возможно, очень мало понял, скорее всего, понял немного, тогда прямо сейчас мы переходим к анализу этого диалога. Итак, диалог называется «Дезаша» – «Покупки». «Дезаша» – «Во множественном числе», причем неопределенный артикль «Дезаша» – «Покупки». «Бонжур, мадам». «Добрый день, мадам». «Я ищу». Глагол «шерше» – «искать». У нас в предыдущем занятии, помните, когда искали нянечку для детей, там тоже было «решерш» – «поиски». «Решерш» – «ищу». «Я ищу крысоловку». «Крысоловку». «А пьеш», «А ра». Вот это вот странный предмет, который покупает женщина в этом диалоге. «Вы у вас они есть». То есть вы их имеете. Про слово «он» мы поговорим чуть позже. В данном случае оно заменяет слово «крысоловку». Чтобы лишний раз не повторять это существительное, мы можем использовать слово «он». «Вы у вас есть?» «Они у вас есть?» «Биенсюр, муссюр». «Конечно». «Биенсюр, муссюр». «Атендей une minute». «Подождите минутку». «Je vais vous en chercher un». «Я вам сейчас принесу». Будущее время. Вам это уже знакома конструкция. Глагол «aller» плюс «инфинитив». «Je vais chercher». «Я вам принесу». «Я поищу одну какую-то». «Je vais vous en chercher un». «Dépêchez-vous». «Поторопитесь, madame». «Dépêchez-vous, madame». «J'ai un avion à prendre». «Мне нужно успеть на самолёт». «Дословно». «J'ai un avion». «Я имею самолёт», «чтобы взять». «Я полечу на самолёте». «J'ai un avion à prendre». «Un avion», «самолёт». «Oh, monsieur», «je suis désolé». «Месье», «мне жаль». Фраза эта уже встречалась. «Je suis désolé». «Je n'ai pas de modèle à Saint-Grand». «Je n'ai pas». «У меня нет достаточно большой модели для этого». Тут идёт игра слов об этом чуть позже. Я вам объясню, почему тут вот такая игра слов. Вроде бы человек пришёл покупать крысоловку, да, а мадам, продавщица, она ему не предлагает такую большую крысоловку почему-то, сравнивая с самолётом. Об этом чуть позже. И второй диалог, да, здесь у нас два в одном. «A douanier», «таможенник». «A douanier arrête», «останавливает». «A voyageur», «пассажира», «à la sortie de la douane», «на выходе из таможни». А во французском языке будет «на выходе чего», «таможни», да, «à la sortie de la douane». «Bonjour, monsieur», «Здравствуйте, monsieur», «ouvrez votre sac, s'il vous plaît», «ouvrir», «открывать», «ваш», «откройте вашу сумку», «пожалуйста». «Le voyageur ouvre son sac», «пассажир», да, здесь у нас уже определённый артикль, потому что мы уже знаем, о каком пассажире идёт речь, да, «le voyageur», он единственный в данном случае, «ouvre», «открывает son sac». «Qui», дословно во французском варианте, это «которая», «сумка», «которая есть полна бриллиантов», «qui a plein de diamants», «être plein de», «быть полным чего-то», такая конструкция. «Сумка», «которая», «en pla», «есть полная, pla de diamants», «полные бриллиантов». «Ces diamants sont», «эти бриллианты есть», «гогол связка быть», «они есть», «pour mes lapins», «для моих кроликов», «pour mes lapins», «di le voyageur», говорит пассажир. «Pour vos lapins», «vous dites», «для ваших кроликов», «говорите». «Vo», «vo», «во», да, вы знаете, что у нас есть «votre» и «vo», «votre» у нас в единственном числе, если было бы один кролик у пассажира, было бы тогда «pour votre lapin», а тут имеется в виду для кроликов, которых несколько. «Pour vos lapins», «vous dites», «sexclame», «восклицает», «le douanier», «восклицает», «таможенник». «Парфетмо», «совершенно верно». «Парфет» – это еще идеально, но здесь совершенно верно. «Парфетмо», «если не хотят бриллиантов», «ils n'aureraient à manger». «Они больше ничего не будут иметь покушать», дословно, это я дословно сейчас перевел, «они больше ничего есть не получат». Тут используется будущее время, о котором мы с вами будем говорить позже. То есть не конструкция «aller» плюс инфинитив, а уже настоящее классическое будущее время в французском языке. «Ils n'aureraient à manger». «Они не будут иметь ничего, чтобы покушать». Вот наш диалог. Прежде чем мы перейдем с вами к комментариям по диалогу, давайте потренируем наше произношение. «Desachats» – громко вслух, повторяйте по фразам. «Бонжур, мадаме. «Je cherche un piège à rat». «Вы вон avez?» «Бен сур, мосер. дам сур, мэм. Ром. «Бон у меня здесьсехе до черта. Бонжур,ako боязни, мальчик. Бонжур, мать разносу. Увиду л외, мctive идем. Бонжур,ốt и гармон Kanут. Продолжение следует... 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 Я ищу крысоловку. Вы вновь? У вас они есть? Конечно, муссер. Подождите минутку, и я вам сейчас принесу. Детэшеву, мадам. Потерпитесь, мадам. Мне нужно успеть на самолёт. У меня нет достаточно большой модели. Таможенник останавливает пассажира на выходе из таможни. Bonjour, муссер. Уврите ваш сак, s'il vous plaît. Здравствуйте, муссер. Откройте вашу сумку, пожалуйста. Le voyageur ouvre son sang qui est plat de diamants. Пассажир открывает сумку, полную бриллиант. Ces diamants sont pour mes lapins, dit le voyageur. Эти бриллианты для моих кроликов, говорит пассажир. Pour vous la paix, vous dites, s'exclame le douanier. Для ваших кроликов, говорите, восклицает таможенник. Parfaitement. Совершенно верно. Et s'ils ne veulent pas de diamants, ils n'auront rien à manger. Если они не захотят бриллиантов, они больше ничего не получат. Но это дополнительные фразы, можете их проработать самостоятельно. А сейчас давайте сам диалог с русского на французский. Покупки. Вспоминайте, как будет. Подождите минутку, я вам сейчас принесу. Подождите минутку, я вам сейчас принесу. Поторопитесь, мадам. Депишите, мадам. Мне нужно успеть на самолете. J'ai un avion à prendre. Самолете? Oh, миссию. Я сожалею. Un avion? Oh, миссию. Я сажаю. У меня нет достаточно большой модели. Я не могу. Модель асинхрон. Таможенник останавливает пассажира на выходе из таможни. Adonis arrête un voyageur à la sortie de la douane. Здравствуйте, миссию. Откройте вашу сумку, пожалуйста. Bonjour, monsieur. Ouvrez votre sac, s'il vous plaît. Пассажир открывает сумку, полную бриллиант. Le voyageur ouvre son sac qui est plein de diamants. Эти бриллианты для моих кроликов, говорит пассажир. C'est diamant, c'est pour mes lapins, dit le voyageur. Для ваших кроликов? Говорите. Восклицает таможник. Pour le pain, vous dites, s'exprime le douanier. Совершенно верно. Parfaitement. Если они не захотят бриллиантов, они больше ничего есть не получат. Et s'ils ne veulent pas de diamants, ils n'auront rien à manger. Отлично. Остальные фразы, пожалуйста, проработайте самостоятельно. Конечно, правила вы уже помните. Прорабатывайте этот свежий урок несколько раз. Желательно два-три раза. По одному разу в ближайшие дни. И маленькое задание. Прямо сейчас поставь на паузу и напиши, что ты хочешь сделать сегодня. Буквально два-три приложения. Aujourd'hui je veux. Тренируем глагол vouloir. И мне интересно узнать, что ты сделаешь прямо сегодня. Как вам сегодняшнее занятие? Сегодня на самом деле мы многому чему научились. Во-первых, мы узнали, что можно покупать в магазине. Покупки. Как делаются покупки. Ну и, конечно, мы научились говорить с таможенниками. И отвечать на их вопросы. Когда они нас, не дай бог, остановят на выходе из аэропорта. Друзья, если нравится формат изучения языков, рекомендую всем своим друзьям, знакомым, коллегам. И давай вместе расширять наше небольшое пока сообщество полиглотов. А я с тобой прощаюсь. До следующей встречи. До следующей встречи. Au revoir. A bientôt.